Минувший год Комитет по делам молодежи Ингушетии провел в режиме нон-стоп. Грантовые конкурсы, молодежные фестивали, благотворительные акции, помощь врачам и малоимущим семьям. Пандемия коронавируса не то что не стала преградой, а еще даже больше объединила ингушскую молодежь. 211 276 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет на сегодняшний день проживают в Ингушетии. Это один из самых высоких показателей по стране, отмечает председатель Комитета по делам молодежи Анзор Мархиев. Более того, ингушская молодежь – одна из самых активных. Это они успели доказать во время пандемии коронавируса. Я непосредственно участвовал в этих акциях, я видел, как люди на это реагируют. Действительно был огромный охват. И это было то время, когда нужно было помогать людям, когда эта помощь в ней особенно остро нуждалась. Итоговую коллегию Комитета посетила глава республики. Махмуд Алик Алиматов высоко оценил работу ведомства и тот вклад, который внесла ингушская молодежь в проведении более 200 акций, приуроченных Году памяти и славы. Это блокадный хлеб, окна победы, сад памяти, красная гвоздика. Благодаря командной работе активистов и профильных министерств, Ингушетия в числе самых активных регионов, которые достойно провели Год памяти и славы. Махмуд Алик Алиматов также отметил, что развитие экономики, политики, культуры, туризма, спорта и практически всех сфер жизни невозможно без участия наиболее активной категории общества – молодежи. Активное участие, которое вы принимаете в жизни республики. Праздновали 28 лет, в последующем и 250 лет. Из-за ковида мы перенесли, но все-таки мы постарались. Большое участие приняли вы как раз, молодежь, в подготовке, в помощи. Потом волонтерское движение. Оно очень важное для нас. Большой вклад внесли юнормейцы. Они шили маски для врачей и малоимущих семей, поддерживали их различными акциями, а также помогали с профилактической работой, объясняли людям в социальных сетях, как можно самим шить средства индивидуальной защиты. Сегодня к итоговой коллегии ребята также подготовили небольшой стенд и проводят мастер-классы для участников встречи. Ингурская молодежь – активные участники различных волонтерских движений. Все они вошли в оперативный штаб Всероссийской акции и взаимопомощи в период пандемии «Мы вместе». В рядах молодой гвардии находятся более 100 волонтеров со всех муниципалитетов, со всех районов республики. В том числе в рядах наших волонтеров находятся и депутаты, в том числе и действующие. Напомню, что по результатам реализации проекта «Политстартап» в республике Мушетия более 150 молодых депутатов, то есть до 35 лет. Во время пандемии мы все активно работали, сотрудничали со всеми органами представительной, исполнительной власти, с общественными организациями. «Машук» – одно из самых ярких событий 2020 года для Комитета по делам молодежи. Участниками трех онлайн и одной оффлайн смены форума стали почти 4000 молодых людей из 80 субъектов России. «Ингушетия» продолжает бить все рекорды. И в очередной раз наш регион занял первое место в СКФО по количеству выигранных грантов. «Машук-2020» для республики «Ингушетия» прошел очень продуктивно. Многие ребята, которые не могли физически уехать на площадку, на саму поляну, на форум «Машук», не могли участвовать в прошлом году. Они это все сделали онлайн. Благодаря проделанной работе Коммолодежи с участниками грантового конкурса в республике реализуются несколько десятков проектов по самым разным направлениям. Это открытие пляжного волейбола в Молгобеке, учебный центр «Другой взгляд», а также один из недавно реализованных проектов «Стоматология под общим наркозом». Проекты затрагивают практически все сферы жизни населения и выходят далеко за пределы молодежной политики. Об этом говорят и представители различных министерств и ведомств, которые также стали участниками итоговой коллегии. Учитывая наше естественное взаимодействие в течение всего 2020 года, конечно же, не будет преувеличением сказать о том, что у нас молодежь интегрируется практически во все отрасли деятельности, как республики, так и, соответственно, когда речь заходит о тех или иных мероприятиях. Конкретно на протяжении 2020 года к нам в Комитет по туризму обращалось огромное количество молодежи, которые на тех или иных форумных площадках выиграли гранты и реализовывали туристические проекты. Соответственно, они обращались к нам за помощью информационной и административной поддержки. Наиболее яркий из них первый, самый массовый велопоход, который у нас прошел под символичным названием «От башни к башне». И, соответственно, все наши участники из республики могли увидеть, и даже приглашенные гости из СКФО могли не только приятно и полезно провести досуг на велосипеде, они могли увидеть действительно весь этот музей под открытым небом от башни Согласия до нашего высокогория и обратно. На коллегии говорят и о планах на 2021 год. Он объявлен Годом науки и технологии. Так что работа комитета будет направлена на вовлечение молодежи в инновационную деятельность. Также в приоритете открытие ресурсного центра поддержки добровольчества. Данный центр позволит вывести регион в сфере работы с волонтерами на новый уровень. Также он станет базовым учреждением для реализации регионального проекта «Социальная активность». Второе. Повышение качества социального проектирования среди молодежи республики Ингушетия. Повысить степень вовлеченности молодежи республики в социальное проектирование. В 2021 году комитетом по делам молодежи в рамках проекта «Школа социального проектирования» планируется обучить 45 человек. Глава региона также отметил, что на сегодняшний день остро стоит вопрос с профориентацией среди молодых людей. Они все реже отдают предпочтение рабочим профессиям, которые сейчас востребованы не только в регионе, но и по стране в целом. Свою трудовую деятельность молодые люди должны начинать с получения реального опыта, а не просто ради записи в трудовой книжке, добавил глава. Ну а родители должны приучать своих детей к труду с самого детства. Никто не хочет идти в комбайнеры. Нет. Полторы тысячи в сутки плачут. Никто неделю-дюду побудет, сбегает. То есть, понимаете, мы все начальниками не станем. Я хочу, чтобы вы осознали это. Ну хотя бы летний период. Каждый старший человек здесь сидящий скажет, что где-то что-то подрабатывал, начиная со школы, студенческие годы. Я не говорю, что стремиться нельзя, не нужно. Надо стремиться. Академиками, врачами, инженерами, главами районов, главой республики. Но для этого надо иметь историю, трудовую историю, не только учебную. Махмуд Алик Алиматов поднял и вопрос образовательного процесса в школах, а также учебных заведений высшего и среднего звена. И предложил парламенту региона перенять опыт других стран, в частности Японии, и выступить на законодательном уровне с региональной инициативой, ограничить время пользования телефонами и другими устройствами во время учебы. Завершая встречу, Махмуд Алик Алиматов наградил почетными грамотами главы республики, работников госслужб. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24.